Светлана Тихановская в 2020 году бросила вызов Александру Лукашенко. Грубая фальсификация результатов президентских выборов тогда привела к протестам. На фоне их подавления Тихановская была вынуждена покинуть страну, но бороться с режимом не прекратила. Теперь Тихановская просит дипломатического признания ее правительства в изгнании в качестве официальных представителей Беларуси. Невозможно иметь дело с диктатурой, когда игнорируются все правила. Тихановская открыла офис в Брюсселе, который, как она надеется, будет признан посольством Новой Беларуси. Мы находимся в двух шагах от Европарламента. Очень важно работать с парламентариями на постоянной основе. И это будет центр для всех политических встреч нашего представителя здесь. Критики Лукашенко обращают внимание на то, что в ООН Беларусь сегодня представляют те, кто работает на режим в Минске. Хотя западные страны не признали итоги президентских выборов. Вместо того, чтобы иметь там представительство Тихановской, они имеют режим, который, опять же, нелегитимен, незаконен. Они проиграли выборы, их не признают. Поэтому нужно предпринять следующие шаги. Усиление давления на Лукашенко пока не привело к его отставке. Репрессии усиливаются. Подписан закон о применении смертной казни для чиновников и военнослужащих за госизмену. А также даже за покушение на теракт. При этом в списке так называемых террористов в Беларуси десятки критиков Лукашенко, включая саму Тихановскую. Репрессии заставили оппозицию в Беларуси замолчать. Почти. У нас еще есть правозащитники, которые находятся в стране. Конечно, они работают анонимно. Они работают очень тихо, но они доставляют много информации. Вот откуда мы знаем, что ежедневно арестовывают 17 человек. Их могут обвинить в госизмене. Их могут обвинить в подрыве государственной безопасности. Белорусы продолжают бороться с режимом и его покровителем в Кремле. Один из способов публикации инициативы «Белорусский Гаюн» — информация о передвижении российских войск в Беларуси, которые могут быть использованы для новых атак на Украину. Активисты также утверждают, что повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения на аэродроме под Минском. Американский эксперт по внешней политике Маркос Куноликис уверен, что любое правительство, выступающее против войны России в Украине, должно быть за признание белорусского правительства в изгнании. Это инструмент, который мы использовали в других местах. И поэтому я думаю, что это очень эффективный, невоенный инструмент, чтобы, по крайней мере, оказать давление как на российское, так и на белорусское правительство. Но это вряд ли произойдет в ближайшее время. Хотя в Бельгии будет теперь открыт офис Тихановской, Брюссель пока не дает надежды на то, что он станет чем-то большим, чем просто безопасным местом для встреч белорусских изгнанников в Европе. Продолжение следует...